всем привет сегодня у нас обзор на всякую мелочок из так можно сказать да ну мелочок она есть по сути разные крючки аффсетные вертолюги карабины и их у кипера вот сейчас немножко все это отодвинем в разные стороны чтобы не перепутать где что да вот это то чем я ребят сам пользуюсь на просто то есть они у нас есть разные в магазине например да то есть не только вот эти размеры но фирма только это почему потому что зачем платить больше если вот эти крючки компании вроде позиционируется как корейский что ли да да made in корея до написано вот по крайней мере на каких-то пачках тут долгая история в общем тут две компании которые раньше были одной бабла все похоже все вечно путают вот в этом мы не будем уделять застрять внимание мы просто сейчас вот отложим вот это отложим вот это тоже дай поговорим для начала крючках и так чем я сам пользуюсь если мы говорим о микроджиге например на я пользуюсь моделями ворм да то есть они не только еще раз я показываю то что я сам использую на самом деле полно вариантов и непонятно какой вариант будет для вас лучше да посмотрите на сайте поймете сами там все расписано там даже приманка у нас подобраны каждому крючку то есть у нас даже к обычным крючкам то есть тоже этой компании обычные крючки с одинарники плату например нас уже написано на какие там приманки эти крючки подходит под кукурузу там по червякам сами разберетесь просто внимательно посмотрите сайт если еще не посмотрели и тогда то есть микроджиг вот для примера до 6 8 номер крючок ворм а все с большим ухом на то есть чем смысл то что ух у него больше я не знаю вида но очень у него здоровая да вот такой должен быть это здоровый ушко то есть это дает больше свободы на монтаже как этот как вот чебурашка да всякие сапожки и все прочее вот допустим я также использую как это тоже 86 а также использую допустим шестерку или восьмерку обычные на том же самом микроджики да то есть без вот этого здорового ушка в чем минусы вот этой нога залипает то есть бывает что он там как-то вот нехорошо встала до при забросе направили при приводнении или там по приземлению на грунт и вот она вот бывает да то есть в чем разница здесь по 4 крючка а здесь по 5 если у меня планируется дофига зацепов то я беру вот обычный да ну вот если планируется что зацепов будет не дофига я беру вот эти ну кабада с ними получше может быть процентов на 10 дни нам не в два раза не в три раза на 10 процентов но тем не менее для микрожига приоритет я даю большому ушку на только если мне не надо кучу раз отрывает тогда я ставлю вот обычный ворум без большого ушка разница еще раз в количестве крючков здесь 4 штуки здесь 5 но с большими этими все понятно вас восьмерка и шестерка какие приманки это под двух дюймовые грубо говоря да то есть даже от полтора дюйма вот эти вот маленькие до до 2 то есть восьмерка на полтора дюйма хорошо заходит и на 2 шестерка на 2 отложим на то есть отложили будем по порядку разбирать так соответственно нет еще пока рано вот переходим к обычным форму где их использую я использую это над в одном поводке и допустим вот эти 10 я использую на джиге на каком джиге имеется ввиду на джиге ну так типа семь с половиной сантиметров до 8 сантиметров приманок вот то есть где-то от шести с половиной до восьми я беру 1 0 либо единичку вот так же допустим на те же приманки до 7 сантиметров подходит двойка вот четверка шестерка соответственно на маленькие приманки на 2 там двух с половиной дюймовый даже там 2 и 2 дюйма наверное для этого одного поводка то есть в принципе на джиг то можно использовать все эти зависимости от приманки вот почему здесь нет больших крючков я объясню вот в этом году я вообще на здоровый джиг типа там 50 крючки 4 дюймовый резин я вообще не ловил ну как то вот так вот получилось не знаю то есть вот они у нас есть такие грубо говоря крючки да вот у нас даже вам сейчас где-то фотографию вставлю щукой поймены с этими крючками допустим сейчас где-то фотографии там у вас есть где-то перед экраном на экране у вас где-то появлялась сейчас вот но тем не менее как бы на постоянной основе их не использую поэтому я вам не показываю вот но как видите у меня все одна фирма почему именно эта фирма ну потому что качество хорошее за эти деньги скажем так то есть если вы будете спрашивать что лучше эти крючки или допустим не знаю что у нас там есть крутого и топового как пизга owner да если спросить что лучше это или owner мне нет однозначного ответа я думаю что owner будет возможно чуть-чуть получше но не настолько лучше насколько дороже owner стоит ну вот в общем в наше время вот как бы сказать я считаю что это вообще золотая середина дешевле там уже будут они толстые там сами понимаете это как бы нормально да то есть это тоже тоже отложил еще раз это ворма вот я вам там ссылка оставлю то есть еще раз у нас под все крючки уже подобраны приманками уже написано какой кучок для чего я вам просто пришел показать так вот новинка и тут сразу короче вопрос вроде бы называются дабы лук ворум от это путаница с этими сразу господи с производителем здесь написано сезон рыбалки здесь написано fish season это разные компании которые были одной по моему это все делается на одном заводе но здесь написано made in korea это это точно делается не в россии это точно делается за рубежом это сто процентов это я вам ну если конечно ничего не напутал простите меня если напутал но по-моему все делается на одном заводе вот ну крючки-то идентичные да то есть ну вот как то так разные компании одно и то же да вот вот это я это новинка в общем сезона как я понял вот этого на вот в чем его прикол в том чтобы они сделали такую вот форму чтобы не раз не разбивать голову приманка силиконовым я все хочу попробовать на как руки не доходит вот на следующих рыбалках я сто процентов займусь этим надо выйти виду с каком с этими но где будут фигурировать эти крючки я надо же на видео покажу это знаю вот этому восьмерка должна хорошо нас там уже еще раз по размеру все уже проверенный подобрана но восьмерка хорошо должна зайти и под эти какие вот под двухдюймовый силикон грубо говоря единственное что они все с большим ушком не то что это была проблема для отладного платка как мы сейчас ловим как бы это не хорошо неплохо но вот как-то так вроде большую ушку больше для джига ну типа пофиг мы с отважным попробуем потом я вам скажу через это получилось так едем дальше фурнитура которая пользуюсь тоже вертужок застежки nice и вертужок цилиндр с накаткой тоже это ты компания но размеры там сами посмотрите у нас несколько размеров есть мы самые ходовые взяли которые люди используют для рыбалки то есть конечно там есть вертлюги там огромный там еще что-то да зачем не очень понятно да то есть обычно вертлюги где используют фидер там не знаю ловля кого судака до окуня там может быть жереха там какого-нибудь этих вертлюгов с тестом 26 килограмм эти достаточно как бы до 10 с 12 килограмм тоже не очень понятно но сама конечно не пойдут ребята на всю рыбу которую ловить я вообще не понимаю там зачем вертлюги еще большего размера восьмерка мне кажется мы там какие там еще чуть побольше тоже будет пределом который вам нужен вот почему вот эти именно да сейчас вам бисер давайте начнем не знаю с этих сверху шков видите форму вертлюжка да то есть он штампованный такой вот и он еще вот с этой обкаткой или как она накаткой в общем это не те вертушки которые у вас разрываются при забросах или при этих узнаете вот ситуация когда вас бац и ушко вертушка вылетела или там груз потеряли можете приманку потерять можете еще там что-то общем снасть у вас приходит негодность из-за того что вертужок разрывает вот такие вертушки не разрывает то есть вот именно вот эта модель вот но с такой накаткой есть еще вот они ровны к бы без вот этих вот как сказать выштамповачек маленьких да если вам их видно вот тоже отлично вот как раз на этих на застежках на карабинах они как раз вот такие то есть еще раз эта модель она просто универсально подходит везде зачем что-то еще не понятно да то есть зачем выбор ради выбора вот мы как бы уже вроде все протестировали поняли что это самый лучший поэтому нас на сайте только вот это ну там размеры есть какие им так вот вертлюжок застежки nice почему тут застежка то есть вот такого формы она лучше в себя показывать она не раскрывается не раскрывается не разрывается тоже с ней ничего не происходит она самая надежная и опять же здесь использует точно такой же вертлюжок но не точно такой же вот то без этих а без вы штамповка но он тоже короче не разрывается тоже штамп полный то есть у меня так вертушки ни разу не разрывались вот из-за чего обычным проблемы с вертлюга с этими застежка и карабинами они либо сама застежка приходит негодность кривой круто становится и перестает нормально работать либо короче вертлюжок разрывается здесь ни того ни того не произойдет соответственно вот поэтому выбрана спал найти так чел еще есть интересно я пока сам не использовал вот планирую поставить найти натянуть надо на удилище короче это у нас куб кипера тоже не очень понятно здесь сезон рыбалки здесь фиш сезон здесь тоже фиш сезона по сути одно и то же но вот как бы вот я не знаю вот как то так то есть цвета только различаются сами эти я не вижу разницы ай так нас один улетел ну ну пофигу у тебя у розовый самый красивый самого любимых блин отстой ладно не будем лезть под стол уж так как вам скажу на 2 здесь в общем под три толщины удилища то есть под каждое удилище вы подберете вот есть эти резинки здесь соответственно тоже на том розам который улетел тоже ну вот ну и собственно ху кипер ху кипер стоит что-то там недорого руб лишь ли 100 кстати вот это все стоит там до 100 рублей грубо говоря вроде бы да вот то есть какие-то крючки а вот эти помощи 50 рублей стоят вертлюги простые 10 9 штук ну конкретно этого размера вот эти застежка стоит на рублей сто что ли вот крючки стоят что-то там рублей 80 что ли 70 вот очень недорого вот эта штука рублей 100 стоит и если допустим у вас не предусмотрен ху кипер а если честно я больше люблю спиннинги без вот этих вот железных у кипер который вам в палец потом едает эту штуку можете поставить куда угодно хоть на нижнюю часть разнесенной рукоятки хоть там не знаю верху хоть снять когда она мне он не нужно например да но там за кольцо 1 при зацепить принципе я вот зачем вижу вот этот у нас есть тоже удилишь от этой компании где на проху кипер бы не помешал на ультралайте вот и допустим на мармышинге и допустим при ловле на отводной когда у вас длинный длинный вот этот отвод там полторами двухметровый поводок мы используем то есть мы уже не можем за кольцо зацепить кстати ребята вот она из фишек мы никогда не пользуемся короткими поводками на отводной поводок мы всегда ставим длиннющие то есть там полтора метра даже два метра можем поставить поводок только да вот при ловле вот густой траве это часто помогает и вот как зацепить крючок да я бывает просто в руках оперу как вот я вот есть вот руках катушка там спиннинг я просто так вот между пальцами зажимаю приманку вот так вот иду но я вот хочу прикрутить ху кипера и короче не заниматься всей этой ерундой да то есть не держать все это в руках просто как-то руки не дошли сама розовых у кипра у нас зрение красивый улетел но все вот такой обзор ребят всякой очень мелочевки от компании fish season fish season сезон рыбалки я не знаю мы работаем с компанией сезон рыбалки вот но fish season это вроде как тоже когда-то были они так что вот в общем надеюсь путаница не будет что касается фурнитуры разница ребят никакой нет вот что касается спиннинга большая разница поэтому смотрите внимательно у нас подать спиннинги сезон рыбалки это более сказать более современные варианты вот иногда что-то у них может нам пересекаться но мы то что пересекается мы у них не брали да вот те что у них есть как бы похожие линейки там спиннинга санды например да вроде бы я я могу еще раз ошибаться да ну вроде бы так и мы просто их не брали чтобы не путаться и да и вообще они нам не очень понравились то есть мы берем от производителя только то что мы сами считаем крутым да вот если нам что-то не нравится мы просто не берем нас никто не заставляет там продавать всякую фигню мы не думаем там о том что как сказать что любой хлам найдется у покупателя мы просто не продаем вам вот и все то есть даже вот наши самые дешевые катушки я сделала недавно вид видео с катушкой дает и я думаю на счету и спанты что это на две тысячи у нас стоит блин а за 2000 ребята отличная катушка мы ее когда брали мы же знали чем привозим да то есть мы не брали говно какой-то простите за выражение за эти деньги за 2000 в основном все будет конечно хлам но найти можно просто может проделали эту работу там нас от полторых вот полторы тире там две с половиной пищи у нас есть вот эти катушки которые мы считаем лучшими в своем снова сегменте которые там не бородят у которых хорошая намотка в общем те которые практически такие как дорогие катушки но как бы со своими там удешевлениями там материала там еще что-то почему понимать ну все вот такой получился обзор ну вот всем пока увидимся в следующих видео там или на сайте или на рыбалке ну где с кем где увидимся всем пока все бывайте